Очень хороший вопрос. Люди продвинутые. Он общается с людьми не с Охолосом, с продвинутыми людьми. И эти люди хотят империю, хотят вооруженные силы, хотят Кузькину мать Соединенным Штатам показать, ненавидят Грузию. Он не понимает, почему это. Тут два вопроса. Почему так произошло? И как это можно изменить? На второй вопрос у меня, пожалуй, есть ответ. В 1948 году в нацистской Германии, когда были выборы после принятия демократической конституции с оккупацией, 70% готовы были голосовать за нацистов, если бы такая партия была разрешена. 70%. И начался очень тяжелый, длительный процесс выстраивания умов, восстановления человеческой системы ценностей в каждом человеке. И это произойдет в России. Без этого невозможно. К сожалению, это произойдет и будет происходить очень болезненно. Это не будет, наверное, оккупацией, но это будет столкновение с реальностью. Когда станет ясно, что не американский империализм виноват в том, что нету колбасы. Ведь это произошло в Советском Союзе. Произошло очень быстро. И никто не обвинял американский империализм в том, что в магазинах ничего нет. В том, что по телевизору продолжают рассказывать о счастливой жизни. А жизнь была очень тяжелой. Это последние годы существования Советского Союза. Это процесс болезненный. Но его все пройдут. Процесс разочарования. Процесс отказа от вот этой старой системы ценностей. К сожалению, советская система ценностей, навязанная новейшей пропагандой, она в головах присутствует. А почему они такие? Может быть, по той же самой причине. Очень сильно воздействует пропагандой. Очень сильно. Каждый день, каждую минуту рассказы о движении НАТО на Восток, рассказы, заявления Путина. Путин же, ну, он не идиот. Для него вот эти заявления о том, что американцы устроили кризис, ты помнишь? А отвечать придется нам. А устроили американцы. Это, ну, в меньшей степени это глупость. В большей степени это рассчитанное на большинство граждан такое пропагандистское заявление. Давай. Дорогой Паша, у вас там, кстати, учится второй Паша, настоящий, которого сокращенно зовут Паштет, младший сын Егора Тимуровича Гайдара. Может быть, вы с ним перетечетесь. Мне вас утешить нечем. Это, к сожалению, не только советские стандарты. Это и византийская традиция, и ордынская традиция. Это очень давно началось. Император Александр Третий, ну, тоже не с подворотни, получил хорошее образование. Прилежал, в общем-то, к элите. И это он ведь заявил, что у России нет друзей, кроме армии и флота. А кто воевал с Европой, создавал Священный Союз? Николай Павлович Николай I тоже, между прочим, хорошее воспитание получил. По-французски свободно разговаривал. И ты не прав, что никто не обвинял Запад в том, что развалился Советский Союз. Пока ты был в Италии, нам здесь скормили, строгили, наверное, полдюжины фильмов, где рассказывают, что во всем виноват Рональд Рейган, ЦРУ и США. Что они решили уничтожить Советский Союз и удавили свои цели. Раньше это было заявление маргиналов. Это же было и в 90-е годы. Там всякие, там, Александр Андреевич Параханов, там, где рассказывали о том, что было специальное совещание ЦРУ, как развалить Советский Союз. Имперская спесь, она очень давний компонент. Еще Чаадаев с этим боролся, никогда не предполагая, что будут какие-то Путины и Медведевы. Вы мне, кстати, очень хорошо объяснили, почему из вашей вышки выгнали Женю Альбац, которая там преподавала, и почему Евгений Максимович Язин, взявшись меня туда трудоустраивать, вернулся нищем. Все понятно. Те, кого вы видите вокруг себя, это вовсе не продвинутые люди. Это люди очень костные, очень внушаемые, очень примитивные. Я таких видела когда-то у себя в инъязе, в мимо. Это был не продукт внушения, а продукт семейного воспитания. Это еще и некий способ выживания. Принятие этой концепции, доминирующей концепции, это способ выживания, способ не противопоставлять себя мейнстриму. Да, мейнстрим сейчас таков. Конечно, таких кретинов было достаточно и при Ельцине, но тогда этого было недостаточно, чтобы сделать карьеру. Козырев был министром иностранных дел. Тогда было время, когда это было неприлично. Да, а не ловушка. Когда Жириновского неприлично было звать на телевизионные передачи, когда я это очень хорошо помню, я отказывался от дискуссий с фашистом Жириновским. И все это понимали, воспринимали это нормально. А сегодня вот так сложилось, что многие из наших империалистов отказываются от дискуссий с демократами. Зачем? Они излагают доминирующую, так сказать, основную позицию, государственную позицию. А этих маргиналов человек слушает. Так что, Паша, половина ровная из тех, с кем вы общаетесь, это не фанатики, а приспособленцы. Это ключ к успеху. Потому что если они начнут говорить то, что говорим мы, это будет отмечено. И на карьере можно будет поставить крест. Крест деревянный и чугунный, назначенный нам в ведущей имбле. Не думаю, что это как-то связано с карьерой. Речь идет о частных беседах, политэкономии. Научный коммунизм, политэкономию, марксистскую философию больше не преподают. К сожалению, во многих случаях политологию преподают те, кто преподавал на философском факультете. Был большой скандал и на социологическом, когда оказалось, что там на катере социологии висит портрет Сталина. Да, и что те же преподаватели, которые когда-то преподавали научный атеизм, там и политэкономию социализма, несуществующую, сегодня преподают так называемые общественные дисциплины. Не обращайте внимания, не разговаривайте с карьеристами, потому что я начну, скажем, переубеждать Путина, положим, он со мной согласится. Но если он со мной согласится и начнет говорить об этом вслух, ему точно не светят ни власть, ни деньги, пытайтесь найти обманутых. И вот обманутым это все излагайте. А вот когда... Кстати, об этом уже писал маркиз Дейкустин, который явился в Россию в Николаевское время, книжку «Прочитайте Николаевская Россия». И что его поразило? С одной стороны убожество, с другой стороны невероятная спесь. Забьем ники-баки там, мы Европе утрем нос. Да, когда все развалится, это будет лучшим доказательством. Поэтому пусть это случится как можно скорее. Наглядное золотое правило дидактики. Знаете, Аннушка масло уже купила, и не только купила, но и пролила. Да, есть основное направление развития человечества. И сколько ни грести в противоположную сторону, сколько ни... Это у Андрея было, я ему как-то сказал, что это лучшая его фраза, которую я очень люблю. «Дорогой народ, оглянись вперёд!» Это какой, Андрей? Вознесенский. А, Андрюша, «Дорогой народ, оглянись вперёд!» Да. Вы достаточно умный и взрослый человек, чтобы понимать, что здесь делается. Вот параллели с Германией, это не совсем так. Немцы, во-первых, были страшно трудолюбивы. И сейчас копают, копают, копают. И тянут на себе всю Европу. Здесь этот вариант просто не пройдёт. Здесь слишком много юждивенцев. Здесь 70 лет люди ничего не делали. Это будет очень большая проблема. Потому что Эрдман делал свои реформы с теми немцами, которые хотели работать. А здесь работать не хочет никто, к сожалению. Привыкли жители за счёт ренты, за счёт государства. Да, и там очень долго нельзя было голосовать. Сейчас нельзя. Ни за каких нацистов. В просвещённой Германии многие уже схлопотали по 4 года за апологетику фашизма. У нас тоже всё это придётся запрещать. Апологетику фашизма, апологетику коммунизма. Есть Конституция. 13-я статья. 5-й пункт.